Всем привет. В этом видео я расскажу как подключиться к iPhone или iPad на операционной системе iOS 10 для загрузки на них музыки и видеофайлов. Мы рассмотрим как подключиться к телефону или планшету с помощью USB кабеля или используя беспроводное Wi-Fi соединение. Какие приложения использовать для просмотра видео и прослушивания музыки. На официальном сайте Apple сказано, что iPhone в любой модели поддерживает такие аудио форматы, как AAC, защищённый AAC, HE AAC, MP3, MP3 VBR, AC3, EAC3, AAX, AAX+, Apple Lossless, AIFF и WAV. А также iPhone обладает способностью воспроизводить видео только следующих форматов MP4, Move, M4V. Причём они будут проигрываться при условии, что были созданы при помощи стандартов сжатия MGPEG, MPEG-4 или H.264. Это касается предустановленного или официального ПО. Но в случае необходимости воспроизводить другой аудио формат, на iPhone можно установить сторонние приложения. По умолчанию на iPhone никакой музыки или видео, естественно, не загружено. Вы можете загрузить музыкальные треки или фильмы, видеоклипы на устройство с помощью iTunes или купить их в iTunes Store. Итак, установите на ваш компьютер iTunes. Приложение бесплатное, поэтому скачайте его на официальном сайте, ссылка в описании. Подключите iPhone, iPad или iPod к компьютеру при помощи USB кабеля. Далее выберите мобильное устройство в окне iTunes на компьютере. Перейдите в меню «Файл» «Добавить файл» или «Папку» «В медиатеку» Выберите желаемый файл или «Папку» и добавьте его в iTunes. Перейдите в раздел «Музыка» или «Фильмы» в зависимости от типа загружаемых файлов. Поставьте флажок на пункте «Синхронизировать». Выберите исполнителей, альбомы, жанры или плейлисты, которые вы хотите загрузить на iPhone, iPad или iPod. Нажмите «Применить» и дождитесь окончания загрузки файлов на устройство. Готово! Вы загрузили музыку или фильмы с компьютера на iPhone, iPad или iPod. Сразу после окончания синхронизации они станут доступны для прослушивания приложений «Музыка» или просмотра в видео. Помните, что синхронизация удалит все ранее залитые на устройство видео или аудиофайлы, если они были загружены на другом ПК. Существует хорошая альтернатива iTunes, позволяющая максимально быстро загрузить контент в iPhone с компьютера без их синхронизации. Называется она iTools. Он не обладает функциональностью iTunes в организации музыкальной или видеоколлекции, но многим этого и не нужно. Чтобы загрузить музыку или фильмы в iPhone, используя iTools, подключите девайс к компьютеру USB кабелем и запустите iTools. Приведите в меню «Музыка» или «Видео» и щелкните на кнопке «Импорт». Выберите нужную папку или файл и нажмите «Ок». Готово. Выбранные файлы будут загружены в память устройства, доступны для прослушивания в приложении «Музыка» или «Просмотра в видео». Пример показан на музыкальном файле, но «Импорт видео» будет аналогичным, только с использованием меню «Видео». Преимуществом загрузки музыки через iTools есть то, что контент загружается без синхронизации, а это огромная экономия времени, плюс его можно загружать с любого ПК. Загруженный контент доступен в стандартных приложениях «Музыка» и «Видео», как и при синхронизации iPhone с iTunes. Передавать файлы между iPad, iPhone и компьютером можно не только с помощью USB кабеля, но и с помощью Wi-Fi соединения. Однако это не все знают. Этот способ будет полезен, если вы находитесь вне дома и у вас нет рядом домашнего компьютера с установленными программами и USB кабелем. Для этого достаточно скачать и установить из App Store бесплатное приложение с названием Air Transfer. После запуска программы, пользователь может как скачать файлы с iOS устройств на компьютер, так и загрузить музыку или видео на свой iPhone или iPad с ПК. Для скачивания файлов с телефона на компьютер, выполните следующее. Добавьте файлы в приложение. Для этого нажимаем «Плюс» в меню снизу. Выбираем категорию и сами файлы. После этого они становятся доступными в приложении. Чтобы сохранить расшаренные файлы на компьютер, кликните в приложение на значке Wi-Fi. Очень важно! Ваши устройства и компьютер должны находиться в одной сети, подключены к одному роутеру по Wi-Fi или сетевым шнуром. В этом меню вы увидите название сети и URL. Введите предоставленный приложением URL в браузере вашего компьютера. И вы перейдете к веб-интерфейсу приложения. Здесь будут все файлы, которые расшарены в приложении на устройстве. Чтобы скачать их на компьютер, поставьте галочку напротив нужного и нажмите кнопку «Скачать». Файл скачивается в виде zip-архива. Для загрузки файлов с компьютера на телефон с помощью Air Transfer выполните следующее. Перетащите нужный файл с компьютера в окошко «Загрузить файлы» веб-интерфейса приложения. Открыв Air Transfer на iPhone или iPad, вы обнаружите такие файлы там и сможете использовать их в своих целях. Air Transfer – это не единственное приложение. Есть и другие. Кстати, в многих сторонних аудио- или видеоплеерах также бывает возможность подключения устройства к компьютеру через Wi-Fi или FTP. В принципе, их работы схожей. Загрузив музыку на iPhone, вы сможете воспроизводить ее с помощью стандартного приложения «Музыка» или «Мьюзик». Это стандартный аудиоплеер, встроенный в каждый iPhone. Пользоваться этим проигрывателем крайне просто. Все на виду. Плейлисты, артисты, песни, альбомы и т.д. Воспроизведение можно организовать разными способами. Проигрывать песни или альбомы по порядку или создать свой плейлист. Можно также воспроизводить записи только конкретных исполнителей, жанров или композиторов. Также вы можете контролировать работу приложения «Музыка» в панели «Многозадачности». При желании, из App Store можно установить альтернативные предустановленному стандартному аудиоплееру. Выбирайте на ваш вкус. Из бесплатных можно отметить Vox. Мак-версия данного проигрывателя в свое время стала настоящим хитом. Пользователям, у которых есть аккаунт в таких сервисах, как SoundCloud и Last.fm, Vox позволяет привязать его к облачной музыкальной коллекции. Также поддерживается воспроизведение форматов FLAC, APE, WMA и CUA. Listen. Это плеер, которым можно управлять, не глядя при этом на экран. В нем удобно переключать песни во время езды на автомобиле или занимаясь спортом. Удобный плеер для водителей или спортсменов. Не стоит также забывать о музыкальных онлайн-сервисах. Это в первую очередь Apple Music, а также Яндекс.Музыка, Google Play Music, Deezer, Spotify и т.д. Для воспроизведения видео на iPhone также предусмотрено стандартное приложение. Видео. Это стандартный видеоплеер, встроенный в каждый iPhone. Пользователи часто относятся к нему критически. Но для воспроизведения, приобретенных в iTunes Store, фильмов или других видеостандартных форматов, его вполне хватает. При желании из App Store можно установить альтернативные предустановленному стандартному видеоплееру. Вы также можете выбрать любой на ваш вкус. Среди прочих можно отметить AV Player. AV Player входит в топ-20 самых популярных приложений из App Store всех времен. Плеер умеет воспроизводить видео в огромном количестве форматов. В том числе тех, что не знает iTunes. AV Player универсален. Воспроизводит контент в 720p и 1080p. Но приложение платное. Скачать AV Player можно на iPhone или iPad. Ссылки на него есть в описании. VLC. Самый популярный бесплатный видеоплеер. Знаком многим еще по одноименной настольной версии. Как и большинство видеоплееров, VLC продолжает воспроизведение с того места, на котором он был закрыт. Присутствует традиционная для программы поддержка всех необходимых форматов. VLC воспроизводит потоковое видео и может загружать его с феб-серверов по Wi-Fi, с Dropbox, Mega и даже Яндекс.Диска. VLC можно скачать на iPhone и iPad бесплатно. Ссылка есть в описании. Хочу, чтобы вы обратили внимание, что данное видео посвящено загрузке и воспроизведению музыки и фильмов именно стандартных поддерживаемых форматов устройств Apple. При загрузке и воспроизведении файлов в нестандартных форматах у вас могут возникнуть трудности. О том, как преодолеть их, я расскажу в следующем видео. Если это видео вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр, удачи!